В Новосибирске наконец-то установились круглосуточные положительные температуры. Это значит, что сезон дорожных ремонтов в самом разгаре. Во всю работает и асфальтобетонный завод. Посмотрим, как и из чего здесь готовят смеси и на что обращают внимание при проверке их качества. Процесс приготовления асфальта похож на приготовление блюда. Важно поддерживать нужную температуру, соблюдать пропорции и технологии. В Новосибирске изготавливают горячий асфальт. Его используют при строительстве новых дорог и ремонте существующих. Львиная доля сейчас работа идет с УДС, заказчик городской, городские улицы. Получается, 4 улицы в выравнивающем слое уже сделаны, практически проверены. Вырубки отобраны, испытаны, все соответствует, все хорошо. Качество асфальта проверяют дважды. Сначала характеристики смеси изучают в лаборатории при заводе. С помощью специального оборудования смотрят, появится ли на асфальте колея и выдержит ли он сибирские морозы. Уже уложенный асфальт также подвергают экспертизе. Это образцы с улицы Иванова в Академгородке. Их подвергают испытаниям, определяют содержание пустот и объемной плотности. При выпуске с завода полный спектр проверяется гранд состав, максимальная плотность, объемная плотность, содержание воздушных пустот. Ну и, соответственно, после уже укладки, по прохождении суток, после уплотнения уложенный асфальтобетон, отбирается керны, испытываются. Соответственно, те же показатели сравниваются, насколько качественно она уложена. Контроль качества у нас зависит не только от подрядчиков, которые выполняют работу непосредственно на объектах. Все начинается с изготовления асфальтобетонных смесей непосредственно на асфальтобетонных заводах. Минтранс ежегодно осуществляет контроль подготовки заводов к дорожно-строительному сезону. Проводятся комиссионные выезды, проверяется полностью асфальтобетонный завод. Работа по гарантии, безусловно, есть. Но, учитывая, что с прошлого года обязательным требованием министерства стало привлечение на все объекты, без исключения на проекты строительного контроля, количество гарантийных случаев уменьшается. До 1 мая было проведено обследование всех гарантийных объектов, и до 1 июля подрядные организации обязаны их устранить. По прошлому году большинство подрядных организаций добросовестны, зарядчики выполняют свои работы. Трафик на дорогах Новосибирска колоссальный. Даже на самом прочном покрытии через 2-3 года появляется колея. Поэтому в лаборатории внимательно следят за качеством строительных материалов, чтобы состояние покрытия соответствовало 12-летнему межремонтному периоду.